Пожар – один из наиболее разрушительных несчастных случаев. Он приносит не только большие убытки, но и часто ставит под угрозу человеческую жизнь. В Славянском районе увеличился класс пожароопасности, введен противопожарный режим. Подробности в следующем материале выпуска. С наступлением теплого времени года возрос риск возникновения пожаров. Температура воздуха на Кубани растет, а вместе с ней и увеличивается вероятность возгораний. Это заставляет сотрудников пожарной службы находиться в состоянии повышенной готовности. С начала этого года в Славянском районе уже произошло семь пожаров. «За этот год у нас увеличилось количество пожаров. На три пожара у нас стало больше в связи с тем, что, скорее всего, ухудшилась бдительность нашего населения. И основными причинами является неосторожность обращения с огнем. Люди на сегодняшний день часто применяют костры на территории своих домовладений. И не подразумевают о том, что разжигая костер рядом с постройках в метре, а то и в двух метрах, а то и бывает и ближе, они не заботятся о своей безопасности, оставляя угли, которые могут ветром разнести по территории их двора и воспламенить их с постройки». Чаще всего причиной природных пожаров становится сам человек. Брошенная спичка, недокуренная сигарета в любой момент могут стать источником возгорания, а значит и человеческого горя и потерь. Чтобы обезопасить себя от трагических последствий, нужно быть предельно осторожными в обращении с огнем. Особенно в период летних каникул это касается детей. Сотрудники МЧС призывают жителей Славянского района провести воспитательные беседы со своими детьми, объяснить им, как нужно себя вести в случае возгорания и как не допустить этой ситуации. В первую очередь надо вызвать пожарных по телефону 01 или 010 с мобильного телефона. Как можно быстрее ребёнок должен покинуть квартиру. Часто дети, увидев пожар, прячутся под кроватью в шкафах и в других труднодоступных местах. Это усложняет их поиски и зачастую приводит к гибели. Очень важно объяснить ребёнку, от соблюдения элементарных правил может зависеть его здоровье и даже жизнь. В образовательных учреждениях регулярно для детей проводят инструктажи, рассказывают, как нужно себя вести в случае пожара. «Звонить 01, тогда приедет пожарный и затушит пожар. Песком можно тушить пожар, засыпать. Меня зовут Виталик. Я знаю, что нельзя играться спичками и нельзя трогать огонь без маминого просы, пока нету мам и папы. И ещё можно его потушить порошком, водой и огнетушителем». «Надо делать, если случился пожар. Надо позвонить в 01 или затушить его огнетушителем. Надо выбирать из дома. Нельзя прятаться под кроватью. Нельзя брать спички и зажигать огонь. Нельзя печку включать без спроса. Нельзя микроволновку включать с тарелкой, которая золото там. «Надо выбегать из дома и звонить 01». «При пожаре нельзя зажигать спички. Нельзя трогать огонь. И даже если вот микроволновка, просто уже готова там каша или суп, нельзя трогать». С наступлением каникул необходимо правильно организовать досуг детей. Постараться не оставлять их без присмотра. Если же вам нужно уйти, не запирайте детей на замок, чтобы они смогли выбраться в случае чрезвычайного происшествия. Напоминаем, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить 01, единый телефон спасения, 010 с мобильных телефонов. 8 861 268 64 401. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Тина Копычевская, Игорь Ванчуков. Программа «События».